Есть у кого какие-нибудь интересные истории за последнее время? С кем-нибудь что-нибудь происходило? А то все я рассказывал. Я поездил на Cherry Tigo 4. Мне не очень понравилось. Пока что из всего каршеринга, на котором я ездил... Эй, я ездил на каршеринге. Блин, так начинать как-то странно, да? Нормально. Давай еще раз. В общем, я поездил на каршеринге Cherry Tigo 4. 4, да, 4 Pro, по-моему. И мне она совершенно не понравилась. Пока мой фаворит из каршеринговых машин это CoolRay. Причем я недавно покатался на CoolRay. Я не знаю, у всех ли. По-моему, это была комплектация какая-то чуть получше, потому что я уже ездил до этого на CoolRay. Это Geely или Geely, даже не знаю, как правильно произносить. Мне нравится название CoolRay. Так вот, я уже ездил несколько раз на CoolRay, и там был вроде обычный режим. А тут у меня была версия с режимом спорт. И когда я сел в машину, а я использую машину в основном с семьей, то есть жена, ребенка сажаю. Я вот сел в эту машину, нажал педали и чуть не улетел с места, потому что она была в режиме спорт. Очень злая и дерзкая была. Просто стартанула мгновенно. Я быстрее переключил на режим эко, чтобы они куда-нибудь не улетели. Но вот мне CoolRay пока нравится прям больше, не знаю, мне прям вообще нравится машинка. Она внутри такая достаточно современная, с экранчиками, у нее приятный ход. То есть она вот такая дерзковатая, движовая. Даже на режиме эко она похожа на мою машину, которая у меня есть. У меня есть, если что, Kia Ceed, но не обычная, а двухлитровая версия. Она подинамичнее, чем обычная 1.6 версия. Это вот этот вот маленький, который хэтчбэк у тебя? Ну, он не маленький, он стандартный, гольф-класс, да. Машина 2005 года и до сих пор прекрасно себя чувствует. Но в ней просто, это версия двухлитровая, в ней стоит двигатель, по сути, от паркетника, от Sportage тех времен, и это прям отличный двигатель для этого автомобиля. Но не суть. Большинство каршеринга, на котором я ездил, типа на, там, Rio X, Kia Rio X, у нас есть еще X-Line у них, они вроде бы, ну, той же, ну, так же по виду выглядят, тех же размеров, но разгоняются и набирают ход очень, ну, очень вяло. А вот эта CoolRay прям, прям мне очень нравится. При том, что у нее двигатель тоже, по-моему, один из Хрест, то есть, ну, там электроники понапичканы, внутри хорошо выглядит и прочее. единственное, что меня напрягает в современных автомобилях, что, то есть, тот же CoolRay, по-моему, чуть-чуть длиннее моего автомобиля, но примерно тех же, ну, повыше, естественно, потому что это паркетник городской, но, то есть, вроде бы они примерно одного размера, примерно, но внутри у меня все равно больше места, почему-то в современных автомобилях невероятно мало места. Я не могу понять, то ли, ну, то ли они так обшкивки много делают, чтобы звукоизоляция была хорошая, не знаю, ну, прям, прям огромное, огромное торпедище, то есть, вроде бы есть, ну, капот впереди, так еще и огромная торпеда внутри салона, и ты как-то прям сидишь, то есть, ты вроде бы, то есть, если ты задумаешься о покупке того же CoolRay, там, ты меняешь хэтчбэк на паркетник, но у тебя внутри остается столько же места, сколько у тебя было до этого, ты вроде бы покупаешь современный, получаешь современный автомобиль, современные навороты, это ДТП, но почему, он больше вроде бы, но почему-то места в нем столько же, сколько и было, ты как будто бы даже ничего, ничего почти не получаешь за это, вот, так вот, Тига 4 мне не понравился, он, у него очень странное сидение высоко стояло, и из-за этого каждый раз на поворотах он прям сильно кренится, как там такая, то есть, чтобы было понятно, это такая, тот паркетник, ну, в смысле, кроссовер, городской кроссовер, типа джип, но это не джип, нифига, потому что это просто, просто растянутый вверх седан, ладно, не седан, хэтчбэк, вот, растянутый вверх хэтчбэк, такой, как будто бы его по скейлу вверх увеличили, и вот он из-за этого все время кренился на поворотах, как-то медленно разгонялся, у них есть еще версия седьмая, 7 Pro, Tiga 7 Pro, но там как бы ящик, там такой большой уже, джип, вот в нем приятно ездить, он хороший. Это китайцы или кореец? Черт его знает, по-моему, Китай, это все, Tigo, это Cherry, Cherry Tigo, Cool Ray, это Geely, G через 2i, через 2e. А Космичей еще не появилось, да, в этом? Пока нет, но они же только-только, только выходят, поэтому, их сначала, по-моему, пускают на такси, а потом уже будут, ну, то есть, это же все система, то есть, ферринг должен выкупить, они же покупают, машины как таковы, или там даже, наверное, не покупка, там, наверное, лизинг, то есть, ну, в общем, это все денежки. Поэтому, пока у меня ни в одном, я езжу в основном на Яндексе, и, ну, сейчас больше на Делимобиле, потому что Яндекс, из-за того, что он более премиум, он подороже, вот, потому что на Делимобиле можно доехать, типа, иногда бывают тарифы меньше 10 рублей минуты, там, 8-9, а на Яндексе, мне кажется, 10 рублей, это вообще минус, ну, то есть, там же варьируется цена в шерингах, если ты поминутную используешь, правильно, не варьируется, в том числе, спроса на автомобиле, там, количество автомобилей рядом с ними, то есть, если ты в какой-то, такой момент, когда нету высокого спроса, и много машин, то ты можешь тот же Делимобиль, там, за 8 рублей бывает, ну, это вечернее время, то есть, есть такие, типа, выгодное, выгодное время, вот, ну, Яндекса я почти никогда такого не видел, у них, по-моему, с 10 рублей начинаются и выше, вот, поэтому я чаще езжу на Делимобиле, потому что, все равно, но иногда происходит так, что поехать, например, по фиксу на Яндексе, дешевле, ну, то есть, ты примерно знаешь маршрут, примерно знаешь время, которое ты проедешь, то есть, что вот, у тебя маршрут, если это займет, например, 40 минут, ты ездил этим маршрутом много раз и знаешь, с пересчета, там, 10 рублей минута, ты знаешь, что тебе будет стоить 400 рублей, да, если ты смотришь на Яндекс, это у тебя, там, допустим, машина 14 рублей минута, ты понимаешь, что тебе выйдет дороже, чем 400 рублей, но случается так, что ты нажимаешь фикс, это когда ты на карте выберешь место, куда ты едешь. Ну, я знаю, это так же работает. Кто-то из наших слушателей никогда не пользуется. Слушай, но Яндекс объективно сейчас на самом деле очень так свои сервисы нехило бустанули, потому что допустим у них не знаю, обращали внимание или нет. У них в такси появилась тема касаемо того, что типа доехать вместе или что-то типа того и возможность подождать, ну типа подождать более низкой цены или что-то типа того, то есть они прям, я смотрю, в случае с шерингом тема да, пардон, тема про доехать вместе у них давно, но я ее протестил в начале этого года единственный раз в жизни я решил воспользоваться этой темой, чтобы немножко денег сэкономить и в итоге кончилось это тем, что я ехал с кавказцем, таким как боец ММА и мы с ним заезжали, делали крюк во внуково вот и он мне напоследок сказал там пожелал удачи, братан такой, знаете, махровый настоящий, как ну дагестанец боевинный удачи, брат но скорее был странный опыт чем позитивный в целом вот больше я этой опции не пользовался ну да ладно но у Яндекс машины сейчас давай последний машины подороже они чуть-чуть технически более наворочены как правило в большинстве их автомобилей стоит их это Яндекс головная панель вот и ты буквально ты во всяком случае раньше так было чаще всего ты садишься в машину в тех же вот Рио или Х-Лайнах в Киеве ты садишься вот с телефоном да и у тебя на бортовом компьютере ну там вот эти планшеты внутренние у тебя там сразу он уже знает что это ты он там предпочтение твои по музыке включает он твой маршрут сразу выводит если есть навигатор головной он выводит твой маршрут туда ну то есть это было достаточно удобной функцией в Делимобиле такого нет чаще всего там автомобили вообще без бортового компьютера без какого-то дополнительного экрана вот вот и вся разница так это же удобно ладно что давайте будем начинать у нас сегодня финал Мандалордс анонс HBO Uplay Plus теперь в геймпассе анонс какого-то дополнения от Mintfish к Atomic Hearth и там небольшая информация точнее догадка по Diablo 4 будет у нас вот давайте наверное с финальчика вот прям свеженького я надеюсь все посмотрели Паша ты посмотрел это да я вот давайте сразу скажу я честно скажу немножечко разочарован потому что финал прям что-то ну слабоватенько на мой взгляд получилось получилось потому что да сцены баталии прям были классные офигенные особенно когда там орда Мандалорцев против орды штурмовик тире Мандалорец я не знаю как их назвать еще по-другому начали воевать друг с другом но это единственное то что запомнилось а в целом ну как-то если честно на мой взгляд самая слабая серия за весь сезон вообще в принципе третий сезон он какой-то сумбурный получился немножко мне кажется потому что не раскрыли арку допустим забыл как эту героиню зовут которая раньше как раз была на темной стороне и сейчас начала служить альянсу так сказать вот которая доктора доктору которая мозги сварила вот то есть про нее вообще что-то ее показали целую серию ей посвятили практически и в итоге что-то как-то все загнулось Никит Никит извини перебью но если ты не можешь вспомнить имя героини значит ее сюжетная арка не так важна по-хорошему это означает что это персонаж функция который в сериале не играет какой-то драматической роли как допустим Асока Тана или еще какой-нибудь важный женский протагонист как допустим героиня Джина Карана и это всего лишь означает что это ну расходный актер который на самом деле арку с которым даже и дожимать по сути не требуется ну просто ну я кстати согласен тоже я не согласен с тем что сезон так себе мне он понравился в том плане что тут более выверенная линия сюжетная была то есть более понятная единственное она опять это примерно как книга Боба Фета только наоборот потому что в книге Боба Фета почти не было Фета не было точнее Бобы почти там на какой на второй или на третьей серии появляется Мандалорец и тащит на себе на своих плечах весь сезон а тут получилось наоборот что меньше стало Боба Фета больше стала масштабных масштабная история из серии возвращаем Мандалор то есть это больше относится к миру Звездных войн то есть буквально двигает мир Звездных войн если в некоторых случаях персонажи что-то делают я например по-моему в прошлом выпуске я хейтил джедай как он ордер ордер за то что там сюжетка сама себя схлопывает типа персонажи нашли голокрон с ним носятся куда бы его отдать то есть как бы применить его к добру но в итоге в конце они его уничтожают то есть они могли бы это сделать в самом начале так как только они его нашли они могли бы его уничтожить и как бы все и сюжетка сама себя схлопывает и ничего для мира Звездных войн и для общего как бы общего таймлайна ничего не произошло то есть приключение оно было но оно не имеет никакого значения для вселенной а тут получается наоборот что Мандалор это важная часть вселенной Звездных войн ее история опять же он затрагивался в нескольких мультсериалах в фильмах не затрагивался но он в войне клонов играл в войне клонов и в резистансе по-моему Rebels тоже по-моему было ему уделено определенное внимание то есть это важная веха и тут в третьем сезоне который называется Мандалориан Мандалорец как бы уделяют внимание Мандалору самому несмотря на то что сам Мандалорец к этому Мандалору имеет очень косвенное отношение во-первых он не рожден на этой планете как я понимаю вроде они на другой планете его спасли а во-вторых он как бы еще и какой-то искаженной верой то есть то что Бокатан говорил что вот эти фанатики они какие-то признаки и ничего общего с настоящим Мандалором они ну понятное дело что в итоге в конце все объединились но до этого в предыдущих сезонах Бокатан называла вот это все таков путь называла типа глупыми фанатиками которые следуют непонятно какому ему вообще пути и что все это ерунда и в этой стези ну типа прикольно потому что получается что не просто Мандалорец где-то в пустыне в кого-то стреляет и споткнулся о палку шел-шел споткнулся о палку сломал палку всех победил буквально первый сезон который от которого все прям кайфуют это это одна один и тот же сюжет Мандалорец куда-то идет там его встречают какие-то неприятности точнее даже не неприятности а там ему его кто-то просит помочь и он неохота помогает всех победили все хорошо 30 минут 25 минут серия все готово а здесь уже получается что более таймлайн более цельный то есть если взять больше третий сезон больше кажется как ну типа единый вот фильм то есть его можно даже смотреть как фильм потому что больше клиффхенгеров в конце вот этих больше продолжения истории из одной серии в другую есть конечно тоже вот эти вот как раз есть филлеры которые ну не филлеры но которые просто ну непонятны то есть я тоже согласен что например вот эта история самая непонятная это история с вот этим вот ученым зачем они целую серию показывают выстраивают какие-то отношения чтобы в конце ему сжечь мозги типа чего и что я должен был смотреть ну вот я тоже да про это ты понял в чем что то он сделал то есть он чем-то помог им или в итоге не помог зачем ему сожгли мозги потому что он что-то знает если он что-то знает его можно было пристрелить в самом начале серии и не париться зачем выстраивать все эти сложные манипуляции чтобы в итоге он попал вот в это устройство и там ему в итоге сожгли мозги ну то есть его же могли просто убить опять же эта женщина она судя по всему не стращается ничего я понимаю если бы этот мужик был бы каким-то важным персонажем там не знаю каким-нибудь канцлером да его нельзя было просто так убить а он ну а просто обыкновенный заключенный который отправляет вот эти заключенные бараки на перевоспитание и зачем-то выстраивает такую длинную длинную то есть разве что чтобы показать бюрократию что вот он же он же там пытается из серии вот я знаю мои мои изучения могут помочь республики бла-бла-бла ему там бюрократия отвечает ну посиди тихо и не рыпайся но опять же дело такую длинную серию про всех этих персонажей просто ему сжечь мозги это причем самая длинная серия в сезоне насколько я помню ну да а в итоге вот именно женского этого персонажа ее линия заканчивается на том что она просто сныкает этому господи и спасито я забыл как его зовут джон теряем и спасито да а как его зовут в сериале это хитро выдуманное же имя в общем она она просто была ну в седьмой по-моему в конце седьмой серии она просто ему плачется ой у нас ничего не получилось и он говорит ладно я сам разберусь все все ее линия закончилась зачем она была чтобы убить профессора ученого это мозги ученого гидеон гидеон очень да гидеон вот и в итоге мне понравился гидеон сам он клевый как злодей но его его мотивация во первых не проговорили прямым текстом ну мотивы точнее не очень проговорили прямым текстом типа чего он пытался добиться он хотел сделать армию из себя но с силами ну типа со силами он в конце говорит просто фразу из серии я почти достиг всего дополнил тем чего мне как раз не хватило это типа силы и ты это все уничтожил тоже такая история простая он просто зашел в комнату они посмотрели на сори за спойлеры кстати забыли сказать он просто посмотрел на эти колбы и просто взорвал и все и пошел дальше окей в общем очень странно ему выстроили мотивы то есть он он хотел создать армию себе подобных в бискаре и с силами а в итоге все что он успел сделать это гидравлический костюм из бискара я кстати так понял то что джон карло экспозито уже не принимал конкретное участие в трейдер в последней серии потому что ну мне так показалось то что там уже было компьютерное лицо у него ну то есть прям не знаю нет лицо его он же номер в смысле ну джон карло экспозито он же скончался ты путаешь нет он жив ты путаешь с актером который играл который озвучивал с Лэнсом Рэдиком из Джона Виллера да все все да точно а я что-то так есть есть некая схожесть но экспозито более помятный я кстати понимаю почему ты перепутал Никита потому что на ютубе очень популярный ролик это смерть Уса Фринга да по-моему так из Брэкинг Бэт да да такая достаточно достаточно запоминающаяся зрелищная где вот он играет ну такого злодея десятилетия по сути как мне кажется вот там он мега запоминающийся персонаж ну слушай ну Фар Край 6 он тоже неплохо сыграл на самом деле неплохо сыграл в лайв трейлеров да он забавно реклама мемов сколько наделали замечательных гифок про с условием да да но вот где он улыбается а потом резко хмурится а все да я перепутал его реально джанг да да это который завалу озвучивал да 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 он завал и хорайзен он не только в хорайзене он же еще одного из злодеев в этом Quantum Break да еще играет да он с твоей внешностью полноценно кстати Quantum Break вот на удивление когда я ее в свое время хейтил хейтил а потом мне стало стыдно за то что я ее хейтил потому что ну прям хорошая игра получилась ну там актерский состав конечно запасил прям нехило так сказать это потому что ты раньше с Sony Boy а потом перешел на свежую сторону силы возможно а ведь он на самом деле один из самых дорогих X-Dome Microsoft если он что-нибудь путает на самом деле проблема Quantum Break вот именно в том что Microsoft слишком сильно пушили с этой игрой эта игра неплохая но вспомнить маркетинг один только интерактивный сериал чего стоит который нихрена не интерактивный и в итоге был полным барахлом это обычная игра Remedy просто за счет денег Microsoft точнее даже не денег а за счет маркетинга Microsoft ее слишком сильно преподнесли и в итоге ну да больно упало короче по поводу ее хайпнули как киберпанк по сути ну да короче Мандалорец честно скажу ну вот последняя серия и вот серия как раз таки с ученым и вот этой вот девушкой я блин не могу вспомнить ее имя хотя она периодически у нее есть имя вообще в сериале мне кажется не 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 у нее есть имя ее как то там зовут я не могу просто реально не могу вспомнить я вот до сих пор реально не могу понять зачем эту серию сделали может быть таким образом хотели подвести как раз таки карки Джона Карла Эспозито да ну там и так было понятно посреди сериала была вот эта серия с конвоем где они прилетают и такой я так и знал что конвой с Гидеоном на него напали я так и знал это по-моему в конце серии тоже линия ну да тоже линия странная типа прилетает этот истребитель X-Fighter он так вот сканирует и такой да это конвой Гидеона Гидеон сбежал а потом такой Бискар такой я думаю ну все сейчас они наверное полетят атаковать Мандалорцев потому что они знают что Мандалорцы там тусуют и т.д. а нет это тоже он просто узнал что там Бискар и все и больше ничего ну хорошо спасибо что то есть такое ощущение что это должно было куда-то везти а видимо сценаристы думали объяснить точнее сделать ну некий вот такой такой типа филер что ли я не знаю не филер а интригу для зрителя что они вот говорят Бискар и зритель такой а что же там делает Бискар это неужели Мандалорцы помогают спасти Гедеона я так и не понял я думал что дальше будет какая-то завязка что не империя а республика пойдет лететь прилетит туда и что там будет замес тройничок будет с одной стороны империя с Мандалорцами воюют с другой стороны мандалорцами ну я вот кстати тоже думал и там будет турбозамес а там ну тоже вот этот корабль тоже скорее как ружье прилетел повисел они его уронили ну да актрису короче зовут Кэти Абрайен и везде пишут просто комс-офицеры все ну то есть типа все просто комс-офицеры и все везде вот не у нее там в той серии актрис клевая актрис клевая да она прям хорошо сыграла вот но типа все вот комс-офицер везде Мандалорец комс-офицер все больше никакой информации нет не в той серии у нее было какое-то имя но оно не запоминающееся или ей там типа она по-моему по-моему не настоящая ну присвоили ей там что-то какое-то да представлялось просто что втереться в доверие поэтому как бы ну вот эта серия тоже да она такая ну странная причем я такой думаю блин ну наверное сейчас ну реально когда показали еще соглашусь с Пашей показали когда прилетает X-Wing такой типа видят то что ну Республики да видят то что Бискар ну кусочек Бискара в обшивке корабля есть и я такой думаю блин наверное сейчас на Мандалорцев подумают и следующая серия будет то что типа Республика там полетит к Мандалорцам и будут говорить то что они освободили Мифгедеона и начнется какая-то заваруха и типа персонаж Педро Паскаля будет объяснять то что это не они они к этому не причастны и тут появляется Мифгедеон такой со своей армией а все оказалось гораздо проще поэтому как бы ну короче не знаю может быть они оставили все на полноценный фильм потому что четвертого сезона насколько я понял не будет вот и будет полноценный фильм либо будет четвертый сезон но он будет называться Мандалорцы как они будут восстанавливать типа свою планету и все остальное так что тут как бы для меня вообще сейчас все непонятно потому что ну я в принципе не эксперт особо в Звездных Войнах несмотря на то что я все посмотрел ну все фильмы смотрел дальше стоит следить за Асокой потому что это очень важный ключевой персонаж для вселенной и ее состояние в мире было не очень понятно после событий по-моему мультсериала Rebels она спойлер и насколько я помню в Rebels основным почему почему на презентации все так обысцевались просто от счастья когда вы услышали про Трауна в общем в Rebels был такой Адмирал Траун который ну типа очень очень крутой и злой имперец и Rebels заканчивается насколько я помню на том что они как раз Траун и Асока они по-моему где-то улетают нахрен в гиперпространство в какое-то ну то есть буквально в в Лимбо куда-то пропадают и ее хотя нет в Ру это по-моему они только Трауну туда отправили а Асока она еще в мультсериале она там познавала особенности силы училась телепортироваться через вселенную кстати если вам интересно как эволюционирует сила во вселенной Звездных войн то советую как раз реблсов посмотреть потому что там много нового узнаете про то что например с помощью силы можно не просто там мечи кидать или камушки поднимать а может перемещение сквозь вселенную я планировал да там тоже так более детально вообще я типа очень советую если хочется вкатиться в Звездные войны я очень советую войну клонов это одна из один из лучших несмотря на то что это мультсериал но это на мой взгляд даже несмотря на фильмы одно из лучших ну хорошо ладно одно из лучших сайдовых произведений то есть но его сложно назвать сайдовым это ну это там очень много важных и интересных вещей происходит там рассказывается как то есть там более подробно показывается как вообще империя вот все это умудрился раскрутить и провернуть там политические игры то есть он довольно серьезно несмотря на то что это мультсериал он там довольно серьезные темы порой поднимаются и там есть и юмор и драма и триллер и все все вот там много например про Мандалор там много про дарк мала там достаточно про господи как его который сепаратистом был граф Дуку вот про графа Дуку про графа Дуку есть еще немножко я правда так и не досмотрел но есть кусок Ледвинс он по-моему называется тоже сериал по-моему Ледженс там как раз становление графа Дуку он же изначально был хорошим он был джедаем вот а к ситхам он пришел несколько но на самом деле если разобраться в персонаже графа Дуку то поймешь что он даже не совсем ты ситх у него там он один из скажем так умных злодеев то есть злодей которого ты слушаешь такое типа в его словах есть доля доля логики есть то есть это не просто типа мою жену убили я буду захватывать империю дарт дарт вейдера или ну палпатин тоже хитрожопый конечно но у него тоже а тут прям граф Дуку он прям супер умный персонаж так вот Асока тоже ну типа сильный джедай который еще и вот познает особенности силы ее возвращение в на экраны можно так сказать что вот она была причем она в основном конечно же в воинах клонов в Рэблсах ее несколько меньше потому что Рэблс немножко про другое но она там появляется ей там выделен кусочек это примерно так же как книга Боба Фетта и Мандалори чуть-чуть меньше потому что Асоки в Рэблсах поменьше чуть-чуть поэтому сериал про нее скорее всего тоже ну я надеюсь во всяком случае будет двигать вселенную Звездных Войн немножечко вперед немножечко раскрывать что там вообще происходит как происходит и возможно так как Мандалорец уже встречался с Асокой в своем сольнике скорее всего мне кажется он и там может появиться а может быть и не появится без понятия просто окончание сезона окончание третьего сезона оно такое как будто бы все ушли на покой да то есть он как старый дед обзавелся домиком в деревне спел спокойно на крылечке дитё дурачится с лягушками и как будто бы все как будто их приключение на этом закончилось перед этим он берет задание вроде бы мне нужна работа но вот именно серия заканчивается так как будто вот все мы на пенсию летний сезон на дачу поехал копать грядки вот это вот все ну они же сказали о том то что когда он пришел в бар он же сказал то что типа мне вот нужно его обучать там бла-бла-бла ну короче понимаешь но серия не заканчивается на том что он говорит это а потом садится я бы как бы я бы сделал великий режиссер ну типа если ты хочешь намекнуть на продолжение герой садится в свой звездолет они там как-нибудь как их жестами взглядами с грогу обмениваются парой фраз обмениваются там ну что наш путь лежит вперед да да и звездолет улетает в гиперспейс и все тут музыка играет а тут они ну то есть ты понимаешь что сценарно вербально эмоционально они как будто наоборот типа отправляют мандалорца отдыхать типа мандалорец чпил он просто все на отдых он вот идет спать это просто сцена начала полнометражного фильма ты ничего не понимаешь а потом сверху планета падает все прилетают ситхи рубилова начинает тут скайуокер выпрыгивает такой эй да нам все равно надо научить грогу с костылем да и дартмола еще половинка дартмола еще тоже заодно про меня забыли да ну короче поживем увидим ждем асоку а там уже и второй сезон андора который по моему закончили снимать но еще не скоро я кстати андор так и не посмотрел посмотрел хороший сериал о кстати про андор я тоже его не посмотрел несмотря на рекомендации он у меня скачан я ему разу три обещал что вот посмотрю вот посмотрю но после сериала про кеноби как-то желание вот а позитив понимаешь убавилось в этом и прикол что оби-ван это история про то как заработать на известном персонаже отвратительный сценарий в попытке еще раз привлечь внимание андор это такое ощущение что когда вот условному нилу бланкомпу дают просто свободу действий при том что андор сериал про персонажа который скажем так уже умер мы знаем его историю мы знаем что с этим человеком произошло если кто не знает персонаж из андорро это стоял в отряде который украл планы звезды смерти и когда отправив леи эти планы они все весь отряд погиб но приключениях с которым сталкивается этот персонаж очень крутые там есть сцена по-моему из трех серий там буквально 12 друзей оуш это даже нет это не 12 друзей оуш это схватка вот ограбление и схватки только в мире звездных войн это очень то есть он серьезный он не какой-то типа хе-хе-хо-хо то есть он даже на мандарол лор не сильно похож сценов с тюрьмой там просто я вам советую посмотреть потому что просто это хорошо снято там клевые актеры за которыми интересно смотреть и это абсолютно альтернативные истории то есть там нету ни мандалорца нету ни джедаев нету ситхов нету вот этого всего там просто приключения чувака в мире звездных войн и они довольно ну такие хаотичные и неожиданные когда тебе кажется что вроде бы все классно то там сцена с тюрьмой там побег там а вот есть там Энди Сёркис есть еще прекрасный ну тоже как актер поэтому я советую он не очень длинный он хорошо снят его интересно смотреть кстати вот вещь еще которую я хотел отметить что на протяжении всего третьего сезона я кайфовал от картинки прям очень то есть местами оно выглядело так как будто бы ну это все существует мне особенно нравились там планы с фюзеляжей самолетов там вода какая-то по фюзеляжу бежит там дрожание все это прям снято ну то есть а так как насколько я помню они используют по-моему анрил вот эту систему с ревым экраном ну то есть я просто приклоняюсь перед причем буквально вот вчера я посмотрел этого человека муравья и ну который снят весь на зеленке и тут на анриловских экранах и небо и земля просто так сочин так прям ну не знаю прям муравья насколько я знаю все хейтят приятная детализация в сериале было смотреть на третий сезон тоже было довольно пре я но но андорр посмотрите ну короче да надо будет посмотреть андорр и ждем асоку я думаю у нас еще немаловажные события произошло от HBO да HBO Max и совместно с Warner Brothers показали кучу анонсов своих будущих проектов в котором среди всех этих анонсов был наверное самый жирный анонс наверное самый большой фан-базы я думаю она наверное на втором месте после звездных войн это вселенная Гарри Поттера вот да то есть сериал полноценный сериал по всем книгам Гарри Поттера то есть один сезон одна книга и многие начали типа говорить вот все сейчас все там на современные стандарты снимут и прочее но как бы никто не обратил внимания то что одним из главных сценаристов будет являться сама Джоан Роулинг то есть мама вселенной а все как бы ну мы не будем углубляться да все мы прекрасно знаем взгляды Джоан Роулинг на современный мир вот и как бы я думаю то что она не допустит чтобы Гарри Поттера снимали по современным стандартам это раз и во вторых в конце концов это детская сказка вот что вы думаете на эту тему потому что я надеюсь то что сериал выйдет реально клевым и тем более если один сезон это одна книга то будет очень круто если все таки ну не дословно по книге снимут но по крайней мере более обширно расскажут вообще историю Гарри Поттера и наверное все таки многие будут ждать больше подробностей про родителей Гарри Поттера хотя да они там раскрываются на протяжении всех книг в принципе да как они познакомились с кем они были но все таки какой-то такой некой предыстории как они погибли хотелось бы это увидеть в сериале потому что фильм у нас и книга по сути начинается с того то что Гарри Поттера привозит Хагрид на волшебном мотоцикле и как бы вот все история началась вот хотя в книге там начало в принципе идет вначале нас знакомят с семьей Дурсли вот в конце Хагрид привозит а в фильмах нам сразу показывают как Хагрид привозит малыша Гарри вот я честно ну вот для меня Гарри Поттер да это такая волшебная новогодняя сказка которую я каждый год смотрю там на рождественские праздники да то есть вот ну условно вот начинается зима вот начинаются такие лютые холода все у меня начинается период Гарри Поттера я могу за зиму раза два наверное пересмотреть Гарри Поттера без каких-либо проблем потому что ну это вот я не знаю это что-то такое доброе светлое и позитивное из детства я даже помню как я по-моему за дарами смерти да по-моему за дарами смерти я стоял в очереди в книжной я копил целый год на книгу ну там типа из карманных денег условно да там что-то на обед тратил что-то откладывал на книгу для того чтобы купить эту книгу и потом я просто под одеялом с фонариком сидел ее читал потому что я не мог оторваться мне было тяжело оторваться от этого приключения и вот фильмы это приблизительно то же самое то есть ты ложишься ты уже все знаешь наизусть ты можешь уже я не знаю там с закрытыми глазами описать все сцены но вот для меня Гарри Поттер это вот прям вау это это круто и я вот как фанат серии я не хотел бы чтобы современные повестки будем их так называть присутствовали в сериале я надеюсь этого не будет хотя многие об этом тревожатся вот что вы думаете на эту тему так но если никто не против то давайте я скажу что я думаю я думаю что недавний прогноз одной достаточно известной твиттерской небинарной персоны слэш транс журналиста слэш активиста слэш ЛГБТ Киа персонажи слэш другие твиттерские титулы что этот человек сказал о попытке сериала усидеть на двух стульях для того чтобы попробовать умаслить ту аудиторию которая бойкотировала Хогвартс Легаси несмотря на достаточно известный бойкот его ЛГБТ сообщества Хогвартс Легаси показал какие-то феноменальные продажи если я правильно помню там очень хорошие цифры были при том что игра была запрещена на форуме Ресет Эра на других каких-то источниках прогрессивных но это все связано с Роулем в сериале будет попытка снять немножко пересмотреть отредактировать канон в соответствии с более прогрессивными повесточными взглядами и это в какой-то степени погубит сериал потому что он попытается обратиться сразу к двум аудиториям попытается сидеть на двух стульях именно об этом говорила небинарная персона говоря о том что в общем-то они попытаются немножечко демонизацию Джоан Роулинг снизить с помощью рычагов давления продюсерских и сделают что-то вроде трансгендер персонажа в Хогвартс Легаси которую мы все прекрасно помним и который ну по сути скорее был для галочки добавлен и выглядел странно в сериале мне кажется это будет гораздо более ярко заметно и будет вызывать кринж потому что это сделают не ради раскрытия персонажа а ради того чтобы попытаться наладить мосты любви и дружбы с той аудиторией которая уже не первый год бойкотирует Роулинг и в итоге я ожидаю что первый дебютный полноценный трейлер или тизер шоу по Гарри Поттеру вот этого сериала он соберет какое-то неприличное число дизлайков именно из-за вот этой повесточной темы которая не устроит ни одну из партий вот у меня такое строгое ощущение я читал об этом такой интересный прогноз если вам любопытно я могу найти как именно этого активиста зовут но пока что это выглядит наиболее логичным исходом попытка сразу несколько разных аудиторий захватить которые друг с другом очень плохо стакаются ну тогда если это произойдет то он уже будет еще не выйдя в свет так сказать он уже будет обречен на провал потому что ну фанаты Гарри я говорю для меня это ну чересчур если они будут пихать вот вот эти все повестки в детскую сказку ну потому что это уже будет максимальный перебор я считаю да потому что все таки это история про любовь да про дружбу в первую очередь это все таки наверное история про дружбу а потом уже про любовь любовь это вот ну то что Гарри там не зная своих родителей все равно он их любил он там смотрел вот эти живые фотографии да там в зеркале их увидел в первую в первой части фильма в первой части книги там постоянно расспрашивал про своих родителей там у преподавателей у их друзей и прочее и я думаю даже большинство актерского состава ну оригинальной саги о Гарри Поттере мне кажется даже если это вот произойдет то о чем ты говоришь Антон даже они мне кажется взбаламутятся и скажут what the fuck мы вот ну мы реально там практически все детство да они же реально практически все детство отдали вот этой вот сказке чтобы она так сказать на долгие долгие годы не на один десяток лет западала в душу к к детям даже к взрослым да потому что все таки на самом деле я могу сказать так то что основной поток фанатов Гарри Поттера это все таки люди 30 плюс потому что мне кажется то что современная молодежь она не настолько сильно фанатеет от Гарри Поттера особенно в России насколько я знаю то что да там сейчас продаются книги по Гарри Поттеру но они продаются с максимально корявым переводом то есть самый качественный самый ну будем так говорить достоверный перевод был у Росмана да и эти книги сейчас на вес золота у меня слава богу вся коллекция от Росмана есть и реально если посмотреть то Росмановский перевод сейчас продают просто за колоссальные бабки соответственно как бы тот вот перевод который сейчас есть в современных книгах о Гарри Поттере там естественно все по-другому преподаватели вообще там не пойми как зовут и многое другое так вот и люди которым там за 30 условно да те которые фанатеют от Гарри Поттера они там пытаются сейчас там своим детям как-то да там ну мы когда начинали с Оксаной жить у нее было там всего три книги и когда я привез свою коллекцию когда мы уже съехались когда я привез свою коллекцию Гарри Поттера мы как бы продавали вот эти вот три книги и там чуть ли у нас с руками не отрывали их реально то есть ты выложил там на доску объявление то что продается книга Росман тебе в этот же день там ну и звонит куча людей и просто такие типа мы забираем мы забираем там даже батл устраивали кто-то больше давал кто-то сдавался но неважно да и в основном к нам приезжали люди забирать книги это вот со своими детьми то есть это на нашего возраста люди то есть это 30 плюс и говорили вот будешь читать нормальный перевод Гарри Поттера и тоже жаловались то что вот купили там типа Гарри Поттера а там вообще непонятно что я сама там я сам или я сама открыли книгу а там полный капец полный абзац и вообще что это что это такое вот поэтому как бы я думаю все таки те кто за 30 они будут все таки возмущаться ну по всему миру да то есть они будут возмущаться специально этого сериала а ну современная молодежь мне кажется они такие типа поржут и схавают ну я почему-то так думаю то что как раз таки начнется вот эта вот война в комментариях типа да заткнись ты старый пердун ничего ты не понимаешь в современных трендах и прочее 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 то есть как бы ну я считаю это неправильно я я буду только рад если все таки они никак не будут трогать роулинг все таки сможет настоять на своем и сделать сериал так как она в свое время сделала помогла по крайней мере сделать фильмы по Гарри Поттеру вот и сделает так как она видит сериал без каких-либо повесток без каких-либо изменений ну мы ничего не имеем против там разных рас и национальности да ну типа там уже гуляют по интернету фотографии типа темнокожий Гарри Поттер Рона нетрадиционной сексуальной ориентации Гермиона азиатка типа из этой серии ну если это будет так это конечно будет просто полнейший зашквар я просто выключу этот сериал напишу свое мнение по этому поводу и никогда больше к нему не буду возвращаться потому что ну это будет я считаю прям максимальный зашквар и роулинг тогда потеряет ну не только даже нет роулинг тогда и потеряет поддержку среди основных фанатов которые ну типа за классическую версию Гарри Поттера Паша у тебя что нечего добавить или ты не особо по Гарри Поттеру Паша алло а сори если честно мне как-то все равно я отношусь к вселенной Гарри Поттера достаточно спокойно самый интересный контент из Гарри Поттера который для меня для меня интересен это были игры первая и вторая часть Гарри Поттера я понимаю что они там по книгам и прочее но все же игровая интерпретация она несколько другая там там больше ставка на геймплей сделана чем на истории ну то есть мне нравилось играть книги я не читал потому что я тупой вот ну мне неинтересно вот это к тому моменту когда был этот хайп я его не поддерживал мне было абсолютно все равно потом вышли фильмы ну они прикольные я люблю их периодически пересматривать ну так что господи Гарри Поттер я один из тех людей который ну не один я думаю нас таких много которые опять же не очень ну не то чтобы позитивно но я очень прохладно отношусь к произведению Джон Роулинг не считаю ее какой-то величайшей писательницей она собрала довольно много уже существующих ну то есть если например брать там Толкина который изобрел по-моему эльфийский язык то есть точнее придумал отдельно для своего произведения эльфийский язык там придумал таких-то персонажей по-моему эльфов придумал гномов придумал то есть придумывал то она по сути набрала уже существующих всяких вот фантастических существ собрала их в какой-то один единый магический мир который еще при всем уважении не всегда логично работает иногда эта история это магия и все как бы ну я я прохладно ну то есть это прикольная сказка но я скажу так не углубляюсь не воспринимаю ее серьезно и не углубляюсь в ее как ты знаешь как можно было там вот опять же можно было у меня пару лет назад был долгий спор с другими людьми по поводу звездных войн там почему меч например окрашивается у одних красная у другой синий или там как ну там там есть особая механика и как как это можно то есть и ты серьезной рожей и хрипшим голосом споришь с людьми о том как работает вымышленный предмет во вселенной вот случай с Гарри Поттером мне кажется там ну вот просто не о чем особо спорить оно все довольно поверхностное как только ты начинаешь углубляться чуть глубже в то как работает этот мир он работает так себе я например в свое время долго не мог понять по какому по какому принципу работал вот эта вот система что из палочки вылетали родители Гарри Поттера и помогали ему типа серьезно каким образом почему это ни с кем другим не работает почему это сработало только с Гарри Поттером почему из его палочки внезапно вылетают мертвые родители и там было какое-то объяснение что потому что вроде бы предыдущий типа этот Волан-де-Морт убивал этой палочкой что ли до этого как раз типа родители его а вот следующий кого он убил это был чувак как он Паттисон вот Паттисона он убивал но Паттисон по-моему при этом не вылетал не помогал а родители вылетали ну то есть много таких вещей которые ты просто должен поверить в эту сказку и поэтому я глубоко не лезу в плане экранизации с одной стороны звучит интересно во-первых да типа есть у руля даже не важно что за персона важно что это автор тот кто это все создал во-вторых есть вроде Warner Brothers которые пекутся в своих детищах хотя так себе но все равно то есть не абы кто но у нас есть пример колец силы где тоже был ну не ладно пример колец силы плохой потому что там у конторы которая делала то есть ну Prime Video понятно авторы сценария и прочее у них не было прав на им продали какой-то кусок прав где не было прав ни на что буквально по-моему ни на книж ни на книжку ну естественно ни на фильм ни на персонажа из фильма поэтому они слепливали вот этот вот кусочек клин который они хотели впихнуть они слепливали буквально на коленке но оно как бы и получилось с одной стороны мне было интересно смотреть с другой стороны конечно да Гладриэль которая влюбилась в Саурона ну окей хорошо понятно очень интересно ну то есть этих мне кажется фанатов толкинистов они не то что у них не то что гроба сгорела мне кажется они просто полопались все прям взорвались от подобных вещей ну и конечно шутки на эту тему когда Гладриэль из фильма там говорит по-моему с этому мужу своему или кому-то он говорит что вот я типа у меня были интрижки с Сауроном ну в общем такое себе ну то есть есть вот когда по франшизе казалось бы ну типа серьезно но по Властелину колец где есть книжки есть первоисточник есть фильм но казалось не очень сложно ну сложно в плане денег актерской игры и этого самих сцен да там одежда вот это все сложно но с точки зрения сценарного кажется у тебя несколько проще не надо особо там выдумывать что-то сверхъестественное но все равно даже здесь можно ну облажаться валить много денег сделать красиво по картинке но облажаться в плане сценарном еще одна тема из мира игр теперь это Uplay Plus теперь в составе геймпасса но не полноценно сейчас я не знаю читал ты это или нет то есть типа даже не в составе геймпасса а типа теперь можно пользоваться Uplay Plus на консолях Xbox на PlayStation 5 он появится чуть позднее да но для того чтобы купить данную подписку тебе у тебя есть вкладка в магазине в Microsoft Store Uplay Plus ты туда переходишь нажимаешь купить ну или там активировать у тебя появляется сообщение с QR-кодом ты сканируешь этот QR-код и тебя переносит на сайт Ubisoft где тебе нужно за 20 баксов купить подписку вот и я задался вопросом а зачем такой геморрой я недавно слушал один подкаст ну Паша знает может тоже вот таком я есть два особых персонажа так сказать не будем говорить какие но они сказали правильную вещь а почему Майки допустим может быть в будущем они это сделают почему они допустим не сделают такую тему как геймпасс с Electronic Arts или геймпасс с Uplay мне кажется это было бы более логично да то есть у человека будет выбор либо он покупает геймпасс с играми от Electronic Arts да либо он покупает геймпасс с играми от Uplay это же получается геймпасс не имеет никакого отношения по сути не имеет Ubisoft плюс просто добавили на Xbox это все ну у тебя Electronic Game по сути все понятно потому что Electronic Arts договорились с Microsoft и поэтому если ты покупаешь геймпасс у тебя в том числе есть доступ не совсем так не совсем так у тебя когда когда ты покупаешь Ultimate по-моему да ты покупаешь Ultimate геймпасс ты получаешь максимально простую версию EA подписки то есть ты получаешь там сколько там они сейчас по-моему до 10 что ли часов если раньше 4 часа было то сейчас по-моему до 10 то ли до 12 часов геймплея к новинкам и то вот Jedi ну вот новый Jedi то что выходит его не будет в этой подписке он будет только в максимальной подписке то есть ты его не сможешь опробовать вот ты получаешь библиотек к старым играм которые выходили на консолях вот и получаешь если брать новые игры непосредственно то ты получаешь только пробный период к играм да то есть если они уже потом в эту подписку будут входить то ты получишь уже естественно полный ну полный доступ да то есть допустим вот сейчас сейчас актуально FIFA 23 а FIFA 22 уже не актуально да соответственно по обычной подписке которая ну там когда они присутствовали на территории РФ она стоила там 300 рублей условно да то есть ты за 300 рублей мог получить сейчас доступ к FIFA 22 а 23 FIFA у тебя была в ограниченном ну количестве времени даже если с учетом того то что у тебя все учетные записи сопряжены даже если ты свою вот эту вот Electronic Arts подписку проапгрейдишь до Ultimate или как она у них называется у тебя на консолях все равно будет работать ну типа стандартная подписка за 300 рублей то есть условно как бы в принципе вот эта вот покупка Ultimate Game Pass она никак не влияет на подписку связанную с Electronic Arts поэтому отсюда такой вопрос возникает почему не сделать возможность покупки Game Pass с Uplay и либо покупки Game Pass с Я да может быть с Uplay Game Pass может быть чуть подороже так опять же мы же пришли к тому что Ubisoft Plus не идет ни в каком комплекте с Xbox с Game Pass он просто добавлен в он просто добавлен в ну на Xbox а это странно есть возможность пользоваться Ubisoft Plus не только на ПК как было раньше но теперь еще и на Xbox то есть это не часть партнерки с Game Pass у Electronic Arts конкретно есть определенная партнерка по которой вот как ты говоришь если ты Ultimate покупаешь Game Pass то тебе там дается базовая подписка и Play это часть партнерской программы ну и понятно что они хитрят так делая что если ты хочешь в того же Дедая поиграть то тебе надо не Game Pass покупать а тебе надо идти и покупать EA Play полноценный в случае с Ubisoft там партнерки как я понимаю никакой нет какую бы версию Game Pass ты бы не купил Ultimate не Ultimate ты не получишь никакой доступ ни к чему Ubisoft имеется в виду только если оно есть в базе Game Pass смотри я про то же тебе сейчас хотел сказать смотри фишка то в чем допустим взять эскалацию да то есть ну типа выходил или заражение он там заражение назывался вот он вышел на старте сразу в Game Pass да то есть это уже были первые звоночки тогда только уже тоже начинали появляться слухи о том то что Uplay в ближайшем времени ну типа Ubisoft игры в ближайшем времени появится типа в подписке Game Pass окей выходит вот это вот да игра ну типа заражение потом они добавляют причем они Deluxe версию по-моему добавили в Game Pass 6 радуги да Rainbow Six Siege они у них по Gold подписки на постоянной основе уже на протяжении нескольких лет раздается бесплатно The Division первое у них сейчас по подписке можно поиграть в Assassin's Creed Odyssey и в Assassin's Creed Origin это понятно это понятно но это не в рамках Ubisoft это в рамках отдельных договоренностей это понятно но типа а почему не завести вот эту дополнительную ну какое-то дополнительное соглашение увеличить стоимость больше это еще больше запутает пользователей то есть у тебя вот сейчас Game Pass ты можешь поиграть в Assassin's Creed Odyssey например например да тут появляется Ubisoft Plus в который получается добавляется Assassin's Creed Odyssey ты типа в него можешь поиграть но ты и до этого мог в него поиграть какая тебе разница а если поступать так же как допустим делать отдельное то они должны поступать так же как Electronic Arts а это наоборот ударит хуже сделает хуже потому что тогда чтобы поиграть в Assassin's Creed Odyssey тебе нужно подписаться на Xbox Game Pass в который входит Ubisoft Plus но у тебя там в ней внутри только ограниченная версия на 10 часов а чтобы поиграть в полную версию тебе надо оплатить еще и Ubisoft Plus ну типа геморрой ну то есть вот именно у них уже есть часть игр Ubisoft уже есть в базе поэтому все что они сделали просто добавили возможность подписываться на Ubisoft Plus чтобы получить еще игры которых нет в базе вот и все но типа ничего такого в этом нет я не вижу какой-то тут истории с Electronic Arts по идее тоже то же самое то есть там какие-то игры от Electronic Arts все равно есть в Game Pass но только если у тебя есть вообще никаких игр нет ну вот видишь ну вот видишь они поступили вот иначе они убрали все свои игры под EA Play и дают к ним доступ по Game Pass плюс EA Play ну а чтобы поиграть в какие-то свежие суперновинки большую часть времени тебе все равно надо покупать EA Play то же самое с Ubisoft только немножко по-другому у тебя есть доступ по Game Pass как всяким Ассасинам не ко всем играм только к некоторым но если ты хочешь играть в новинки слышь плоти разные системы но тут такой момент что ты задаешь вопрос Microsoft но ты что-то забываешь что это же не Microsoft решают то есть с каждым из издателей которые являются крупными а не какими-то маленькими ребятами маленькими инди-конторами у них с каждым из издателей свой договор к которому они пришли это же не история что Microsoft врывается не знаю в офис Ubisoft кидает им на стол талмуд этих документов и кричит под дулом пистолета слышь подписывай сидят долго базарят юристы бумажки бюрократия одни хотят так другие хотят так этим так не нравится а этим так нравится в итоге они пришли вот к такому решению они договорились на то что игры от Ubisoft вот часть игр от Ubisoft уже есть в выходят и есть в геймпассе теперь еще на Xbox можно будет оформлять и Ubisoft но все равно другие игры стали я считаю это геморрой переходить туда сюда они однажды они к этому придут но это история почему люди не разговаривают все на одном языке зачем нам английский русский английских несколько типов языков американский зачем почему мы не можем все говорить на одном языке потому что у каждого свои условия и свои хотелки поэтому почему у нас нету одного ланчера на ПК для всех почему все не могут просто в стиме выпускаться зачем нам этот Epic games или GOG всего есть объективные ответы то что не все например хотят плясать под дудку стима не все хотят отдавать 30% гейбу не всем нравится кто-то хочет свое что-то организовывать ну в этом логика и тут в этом логика и тут вот вот Ubisoft и захотели иметь с Microsoft вот такие условия они на них и согласились и вот теперь Ubisoft Plus доступен и все но у нас еще помимо Ubisoft Plus еще у нас новый IP Ubisoft показали причем по-моему я так понимаю анонсов никаких не было то есть они прям сразу выкатили вот этот вот X-Defined он называется нет 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 его анонсировали год или года два назад его показывали потом были закрытые бета тесты были слухи о том что там все плохо ну типа открытый бета ну так точнее полу открытый бета тест что ключи в открытую неру ключи в открытую раздавали но все равно вход через ключи по-моему открытый все таки тест он да он скорее больше внезапно чем они они анонсировали что они расскажут новости по xdefine новые и вместе с этим они выкатили бетку но это не новое об этом уже было известно как год назад точно было известно об этой игре о том что это спутан во вселенной вот том клансе объединяющий дивизион rainbow six и какой-то еще там там фракции как раз из разных игр Ubisoft давай мнение профессионала я я хотел в нее поиграть я посмотрел как вообще выглядит игра и мне показалось то что это вот call of duty в мире Ubisoft игр да то есть там тебе ни одному это показалось очень многие стримеры игроки кто потыкал в игру они говорят что это ну действительно это call of duty времен первый или второй modern warfare как я понял судя по динамике стримеры например рекреент который много в call of duty играет он чаще всего сравнивал по моему с cold war но но да это очень похоже по динамике в смысле скорости движения уровнем и стрельбе очень похоже на call of duty только не на современную call of duty а вот на call of duty по старше которая выходила пораньше в ней сейчас достаточно много багов но как я понял те кто играет сейчас в эту игру им нравится играть именно потому что она вот быстрая динамичная динамичный шутан такой fast fast ну то есть это вот такой дух дух времени да то есть без стреков там вроде не стреки ну я говорю то есть это прям вот дух старых шутанов именно таких вот но тут такой момент что xdeffian очень грамотно удалось попасть на волну дело в том то что на текущей call of duty последний который вышел очень много к нему претензий очень многие на него ругаются потому что он буквально как destiny у банджи выходит и выпускают какие-то патчи выпускают какие-то исправления и все все время недоделано выходят новые сезоны и они все время с какими-то багами ошибками то есть вот тут недавно сезон обновился и я охреневаю с того что у компании activision многомиллионной многомиллиардной у игры франшизы которая одна из самых дорогих франшиз ну понятно что одна из а не самая дорогая но все же короче грибут бабок они там явно немеряно на всей этой истории точнее на этой игре но например ты можешь встретить в меню типа растянутые картинки ну то есть это охренеть у меня карта там там есть механика карта поделенная на регионы где-то разблокируешь всякие плюшки там в игре и вот у меня эта карта сплющена ну то есть она явно не должна быть такой она в предыдущих сезонах она была нормального разрешения а теперь она вот у меня персонажи там картинки они все расплющены потому что ты такой чего просто ну то есть как это могло получиться как такое могло допустить компания с такими бюджетами с такими с такая студия большая с такой кучей людей и к Call of Duty текущей как к мультиплееру то в основном к Warzone очень много сейчас вопросов у игроков им там все не нравится баланс поломанный все плохо и т.д. и т.п. особенно был недавний тоже буча по поводу того что они выпустили сезон а он там буквально две с половиной карты добавляют народ тоже ну тот кто играет естественно забухтел типа остренеть вы чем там занимаетесь вообще и в итоге им пришлось аж выпускать ремастер сезона то есть они мы услышали ваши жалобы и они выкатили улучшенную версию сезона вот с золотыми костюмами и прочим то есть подожди новых карт ну я же тоже поигрываю в колду то есть новых карт там нету я так понимаю ну типа всего парочку есть 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 не просто изначально к третьему сезону было анонсировано что-то там две или три карты ну по-моему четыре по стандарту они по-моему всегда анонсируют четыре карты из них обычно во всяком случае так было в предыдущей части ну две две старые но типа на и новые три новые одна старая ремастера а тут что-то типа вообще две или три ну короче очень куца я так не изучал подробно но я помню что были жалобы на то что по сути почти ничего то есть сезон обновляется а зачем он за что воевать как говорится непонятно и он вышел обновился народу не понравилось и они в спешном порядке еще допиливали там доделывали и в итоге выпустили более расширенный вот релоуд от сезона вот буквально недавно в котором куда больше исправлений и больше контента там что-ли что-то есть карта не сделали вот ну то есть у Call of Duty сейчас в целом все хорошо я так понимаю в ней все равно играют и довольно много людей покупают скинчики то есть деньги все равно текут но общественное мнение такое бу-бу-бу на Call of Duty и тут откуда ни возьмись появляется игра которая буквально такая же только без батл рояля буквально про то же почти то есть примерно с такой же стрельбой в том же духе только она фритоплейная ну то есть тебе не надо заплатить игру а потом еще за какой-нибудь батл паст и ты можешь мне просто дойти и играть понятное дело что это юбисофт понятное дело что там тоже все это косметика пушки и прочее на донатах какой фритоплей так без дополнительных вливаний денег никакой но как я понимаю ты там спокойно можешь играть пока что во всяком случае на бетке и не париться за особенно да тут же с Call of Duty тоже недавно был как раз на фоне всего этого еще и вылез скандал что у них пушки донатные ну на самом деле в Call of Duty в этом обвиняли довольно давно и в Modern Warfare первом и прочее тут тоже история где блогеры выяснили что с определенным скином определенное оружие у него например нет отдачи он стреляет почти в точку и все то есть ты покупаешь у тебя это берешь оружие стреляешь ну там там и так отдача у этого автомата не очень высокая а тут берешь покупаешь определенный скин и у тебя она вообще почти исчезает вот они правда это не называют донатом они говорят это ошибка и все поправим все забалансим но тот факт что в игре появляются пушки вот за деньги даже не сами пушки за деньги пушки-то обычные но тоже по-моему во времена Modern Warfare 1 и по-моему во времена Cold War я встречал людей которые говорили что они же продают паки там в паках у тебя пушка которая как бы уже собрана она какая-то такая дизайнерская у нее прикольная раскраска могут быть какие-то еще дополнительные детали которые ты не можешь получить в игре но модули вроде бы те которые в игре то есть там какие-нибудь сошки ручки прицелы все те то есть ты из пака как бы не получаешь чего-то нового только внешний вид по идее может отличаться ну и там например вместо пульта лазеры а когда убиваешь чувака там пентаграмма появляется вместо но за счет того что как бы скин используется альтернативный и это определенная сборка то вроде бы считалось что хотя я сколько следу всем этим если бы такое было об этом бы сразу узнали об этом трубили бы просто налево и направо как в случае с вот недавним скандалом когда об этом начали трубить налево и направо что определенный скин дает определенное преимущество так как в свое время в дэстине была история что выяснили опытным путем что некоторые скинчики на чиперон и на ластворд за счет того что моделька длиннее становится они меняют параметры они потом это поправили вот но как бы получается тоже донаты ты покупаешь скинчик за бабок за бабосы у тебя моделька становится еще длиннее а следовательно дистанс меняется следовательно ты на большем расстоянии можешь убивать врага и тут как бы мне кажется так же если бы в call of duty кто-то обнаружил прям донатные пушки то об этом бы раструбили налево и направо поэтому я чаще всего когда я помню с кем-то спорил об этом мне утверждали что там вот донатные стволы типа если ты купил ствол вот пушку какую-то в магазине то она она уже собрана из модулей которые уже есть в игре но она может иметь некое преимущество над точно такой же пушкой который ты соберешь сам и это чушь собачья сколько я играю никогда такого я не встречал чтобы какая-то пушка прямо была прям невероятно нагибательная а моя такая же не нагибательная мне кажется это чаще всего все же скилл бейст и просто люди не очень хорошо играют и считают что если у человека вот оружие раскрашено в разные цвета то и он тебя убивает то у него скорее всего донатная пушка в общем тут все все вместе накатилось на call of duty а тут рядом выходит фри-то-плейный шутан который тебе вот именно дает какой-то такой классический мультиплеерный геймплей из той же игры и поехала понесла на самом деле я не думаю что только в этом заслуга там плюс еще дропсы раздавались на твичах поэтому там просмотры хорош ну то есть неплохой маркетинг произошел точнее сарафанный маркетинг я его так назовлю потому что маркетинг это когда маркетинговое агентство отдел там начинает вот рекламы какие-то размещать и прочее а тут так получилось что по сути сам ну сами сама аудитория разносит это сама играет сама говорит это как call of duty от юбисофт и говорит это скорее ну в позитивном ключе понятное дело что есть достаточно людей которые скажут ну херня от юбисофт потому что они просто там просто может не нравится call of duty тот же поэтому фраза call of duty от юбисофт для них будет звучать как что-то плохое а не что-то хорошее но определенный успех определенный посев я бы так сказал среди игроков да x-defin получил ну короче нужно даже когда она в релиз то выходит уже ну я думаю пока еще непонятно я просто понял они сейчас типа проводят збт за счет вот этих вот дропсов да а потом будет какой-то оба т типа для всех по-моему с 20 чисел что-то такое было вот и можно будет ее опробовать ну не знаю я меня на каком-то мир каюки пишут что fully expected x-defin to launch in 2023 ну скорее всего от первого года в закрытую и открыт но вот сейчас были закрыты и теперь стали открыты ну скорее всего ее ближе к рождеству наверное выпустят ну я сомневаюсь что летом ее буду выпускать летом единственные которые рискнули выпустить игру это близы с диаболом летом ее будет проще всего на летом ее блядишь тестировать нет тестировать будет проще потому что будет достаточно скажем так людей которым не во что поиграть а тут халявная игра понятное дело что летом активность несколько ниже но все равно поиграть некоторым все равно хочется во что поиграть а лето обычно засушливые сезонные релизы поэтому я помню что я одно лето когда выходило только World of Tanks я прям провел целый август что ли играя просто потому что больше не во что было и нормально заходило а потом в сентябре игры и все и до свидания World of Tanks ну здесь видишь что тоже тут как раз таки конец августа начало сентября то есть в конце августа у нас по-моему старт нет в конце августа у нас Балбрусгейт потом старфилд потом у нас еще выходит вот этот дженерейшн пи или как она там называется а Лайерсов пи точнее да то есть ну это власть старфилд на сентябрь да он сентябре вот соответственно как бы я думаю ее ближе так ну к зиме к новому году то есть когда такой промежуток будет небольшой в плане игр да они как раз ее выкатят это будет более логично то есть я надеюсь по крайней мере это будет именно так вот ну короче поживем увидим ну и давай наверное будем завершать наш подкаст новостью о том то что завтра вы слушаете это ну уже после этого анонса да мы сегодня с ребятами перед подкастами общались перед подкастом и всплыла новость то что завтра то есть 20 апреля разработчики Diablo 4 проведут очередную пресс-конференцию где расскажут точнее не пресс-конференцию а стрим где расскажут про какие-то новые детали игры про high-end контент и какой-то будет таинственный анонс секретный анонс да там так они написали и я предположил такой момент то что все-таки ребята сделают еще один бета-тест и это было было бы в принципе логично объясню даже для чего почему это было бы логично бета-тест для тех кто только предзаказал игру да то есть если вы уже ее предзаказали вы сможете попасть на этот бета-тест с сохранением прогресса который вы достигнете в бета-тесте то есть для чего это делает для чего это должно произойти для того чтобы разгрузить может быть Паша со мной поспорить честная разгрузить нагрузку серверов на релизе ну то есть условно если они сейчас выпускают ну условно завтра говорят что я не знаю в мае вас ждет бета-тест по диаболу условно в десятых числах мая вас ждет бета-тест по диаболу с сохранением последующего прогресса то на релизе не так много народу может махнуть в игру потому что они уже будут прокачаны они уже будут достигнуть ну ими уже будет достигнут какой-то определенный левел да условно там 20 или там первая первая будет закрыт и соответственно на релизе за счет вот этого ну этого пиар-хода так сказать близы смогут разгрузить нагрузку на сервак каким образом не очень понимаю ну в смысле насколько я помню я как раз когда играл ты вступление тебе вообще сервера не нужно ты играешь до момента когда этот челик уезжает на лошади когда он уезжает на лошади тебя подсоединяем нет я понимаю что тебя подсоединяет к серверам но меня например выкинуло серверов именно на моменте когда челик уезжает на лошади тебя сразу к серверам подцепляет это понятно но в открытый мир тебя добавляют только после того как ты пройдешь прелюдию а я как раз имею ввиду чтобы избежать вот таких вот гигантских так люди все равно будут ну то есть вот ты например предзаказал игру начал играть там не знаю за сутки до через сутки прошел первый акт ты же на релизе все равно будешь играть какая тебе разница ты все равно будешь забивать сервера ну здесь никак не поможет здесь тема такая знаешь будет из серии ну я там уже достиг ну по крайней мере по мне да то есть типа ну у меня уже есть определенный прогресс я в принципе могу подождать пока эта очередь пройдет там типа успокоится и все такое смотри кто делает предзаказы люди которые больше всего хотят поиграть кто начинает играть за сутки до самые ярые кора аудитория самые ярые фанаты самые ярые фанаты через сутки скажут о нет пожалуй сегодня я отдохну от игры да ни черта подобного самые ярые фанаты не будут вообще из нее выходить единственное что может что может это действительно сделать то у масли как раз ярых фанатов которые смогут зайти в игру до релиза ну то есть вот до массового релиза и остаться в ней ну понадеяться что они в ней останутся условно ты зашел на сервера там не знаю до релиза там два часа да ты заходишь на сервера пока они не забиты пока они забиты только теми кто предзаказал вот и сидишь на них и когда происходит релиз ты то уже на сервере а тот кто собирается на него зайти сидит в очереди и ты как бы получается ну как бы деньгами обеспечил себе первые места в очереди за исключением того случая если тебя игра не выкинует просто потому что но нет я не думаю что это как-то разгрузит сервера единственное что эти вещи делают столько исключительно чтобы денег поднять то есть все эти ранние доступы это история про то чтобы ты раньше времени занес бабла и все ни на что на другое оно не подняет но с другой стороны согласись это хороший пиар-ход у игры да то есть коммерческий даже нет это плохой пиар-ход если твоя игра на последних бета-тестах выкидывала людей и не давала заходить на сервера вот если они сделают открытый перед релизом за там не знаю за пару дней до они сделают вот выходные например ну как как это и было выходные открытого бета-теста и все смогут зайти и никого не выкинет и все будет нормально то есть вот они реально перед релизом сделают буквально такой же стресс-тест то есть они как бы релизно-предрелизную сделают историю они релизный билд запустят в бету и каждый желающий сможет зайти поиграть его оттуда не выкинет он не будет стоять в трехчасовой очереди тогда да это будет самая лучшая реклама для игры потому что буквально ты запустил игру она работает она тебе нравится и ты буквально готов дать за нее деньги потому что она выйдет через два дня и ты точно знаешь какой продукт выходит скорее всего так не будет потому что зная все запуски близов на старте все равно будет жопа все будут стоять в очередях все будет лагать всех будет выкидывать и это продлится но учитывая что вроде бы Diablo 4 народу понравилось я думаю что это продлится ну двое-трое суток наверное да слушай ну они же не просто так сделали тему с ранним стартом то есть я просто знаешь ну у меня стандартная версия предзаказа ну ранний старт это тоже история во-первых чтобы ты денег заплатил а во-вторых чтобы на сервера аудитория поступала потоком потому что в чем проблема то основная в том что не в том что у вас много а я одна говорит нам серый а в том что все пытаются это представь что есть дверь да если мы с тобой через эту дверь проходим по очереди то и ты и я проходим а если мы с тобой попытаемся одновременно войти в дверь мы застрянем ну понятно происходит примерно то же самое очень много людей одновременно нажимают на кнопку плей и сервер должен обработать каждый запрос ему приходится обрабатывать это все одновременно с большой нагрузкой ему становится тишбл он отправляет людей в очереди и прочее прочее а как как ни крути да каждый раз говорят вот а почему они не могли подготовиться купить побольше серверов потому что ну купить сервера это бабки типа которые в долгосрочной перспективе скорее всего ну то есть ты побухтишь но все равно поиграешь ну тут сервера то они оплатят их потом не оплатят потом отключат потом подключат зачем если все равно все выровняется то есть это проблема старта проблема наплыва большого количества людей одновременно если бы постепенно заходили знаешь я вот до сих пор наверное поражаюсь этого момента да то есть мы сейчас не только диабола возьмем а возьмем в целом такие крупные онлайн проекты то что неужели разработчики до сих пор не научились на ошибках других условно да разработчиков типа с этими очередями и прочими ну то есть они понимают они проводят заранее бета-тесты они понимают то что блин народ интересуется нашей игрой если такие проблемы возникли на бетке то еще больше проблем возникнет на старте потому что будет еще больше народу потому что там сарафанное радио опять же да вот допустим у меня есть друг с PSN ты по-моему его тоже помнишь мы там в DEST ну знаешь точнее в DEST немного раз играли взрослый мужичок такой и он как бы ну он сейчас не играет в игры но он мне недавно написал такой спрашивает что там как по играм а он в принципе фанат Diablo я говорю слушай ну я вот в Diablo поиграл в четвертый ну где-то в совокупности наверное за две бетки я где-то около 120-150 часов провел как бы это странно не звучало но реально то есть ну я достаточно дохрена времени там провел вот и соответственно как бы он такой блин ну да слушай ну я ему описал все да он говорит слушай ну звучит круто звучит офигенно типа на старте возьму да то есть и вот за счет этого да то что вот таких вот людей которые не поиграли в бетку но написали или позвонили каким-то своим друзьям и спросили ну че как ты им рассказываешь они такие о возьму да и вот плюс еще у тебя человек да который на старт покупает игру и он будет стоять в этот в этот момент в очереди неужели я не знаю как-то ну реально ну я по крайней мере так считаю то что нужно ты правильно сказал то что аренда серверов это бабки но ты же зарабатываешь бабки за предзаказ но вложи ты какую-то часть денег в аренду серверов хотя бы там ну я не знаю на неделю условно да я думаю такая возможность у близзардов точно есть вот чтобы у тебя гладко все прошло в плане наполнения игроков на сервера и тогда вообще никаких претензий не возникнет то есть от слова я думаю я думаю они и так это делают но надо понимать где граница баланса окей я уверен что у них и так подготовлены несколько больше ресурсов несколько больше серверов для старта но ты же не знаешь какой у тебя предел ты не можешь обслуживать всех если у тебя одновременно во первых во вторых ну сервера это же тоже история не то что ты вот как не знаю в компьютерной игре построил больше бараков и у тебя больше можно жителей купить разместить это же тоже не так работает ты можешь заказать сервер но он может не проходить у него не подходить у него может быть не та пропускная способность опять же если тебе надо высокие скорости хорошие пинги и прочее это явно стоит больших денег потому что вот именно ты blizzard и твою игру на старте будут запускать первого тучи людей просто не за перезаказом можешь это все отследить ну tipo ты можешь приблизительно анина арте ты по предзаказам ты может следить но ты не может следить сколько их будет приходить приходите 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 кто-то вот вот именно что начался хайп предзаказный люди такие смотрят и тоже покупают и тоже приходит ты не может это мгновение определить я понимаю что это звучит так как будто я оправдываю но сами просто просто постарайтесь ну слушателей и другие кто это услышит просто постарайтесь себе представить визуально эту картину что вот я говорю на на примере двери окей ты не ставишь ты покупаешь не знаю 20 дверей чтобы все могли пройти но ты не знаешь точного числа ты знаешь что тебе на концерт должны прийти там не знаю 200 человек и ты ставишь там не знаю 100 дверей ожидая что они пройдут вот вот первая пачка 10 людей пройдет и другая пачки все у тебя все вошли оказывается что придут не 200 а начинают приходить еще у тебя не 200 человек а не знаю 20000 человек а ты уже но ты посчитал по предзаказам что к тебе должны прийти только 200 человек ну там плюс-минус вот и 200 дверей и это 100 дверей купил там если придет не 200 человек там допустимо 300 человек но они там вот те которые с третья сотня да она чуть-чуть подождет и пройдет на сервер но если к тебе приходит не это число от 20000 50000 сколько тебе дверей надо 1000 дверей ну типа это если ты купил 100 представь дверей да и каждая дверь там стоило тебе не знаю 100 тысяч рублей например то одну допустим ты смог купить себе 100 дверей но 1000 дверей это ну невероятная сумма будет для тебя даже если ты располагаешь финансами тут надо понимать что все это скорее всего делается двери условные покупаются сервера покупаются потому что естественно в компании я думаю не дураки сидят в этом вопросе все-таки ну наверно диагноза пусть три человека на старте да но ты порой просто не может даже представить какое количество людей мы одновременно нажать на кнопку play это раз а два должен быть некий ну баланс ты не может условно купить все сервера в мире да и это может стоить тебе столько денег сколько не релевантно потратить учитывая что ты уже до этого потратил на разработку игры мы так все судим что он ты вот деньги же получаешь ты на протяжении там сколько десяти лет кормишь целую кучу разработчиков кучу разработчиков они все кушали все это время деньги ты планируешь что после релиза это как не знаю как можно с погружением в воду ты ты погружаешься вот интересная аналогия такая вот представь что ты погружаешься воду чем глубже ты погружаешься тем по идее сильнее тебя должно выкинуть вот погружение в воду это твой твой твои деньги вот года идут ты погружаешься все ниже все ниже тратишь все больше и больше и потом приходит момент когда ты с камнем вот опускаешься приходит момент отпустить камень ты отпускаешь камень мгновенно вылетаешь вверх и дальше твоя задача над водой преодолеть расстояние которое ты преодолел под воду то есть выйти на плюс ты платил в течение десяти лет зарплаты сотрудникам по сути не зарабатывая ничего ну то есть заработки с других игр но твоя игра конкретно diablo 4 начнет зарабатывать сейчас тоже по предзаказам конечно зарабатывать но основной момент ее начала заработка начинается с ее релиза грубо говоря следом до этого она ну ничего до этого ты только вкладывал в нее и тебе как разработчику компании даже тебе важно чтобы вот игра перешла тот рубеж денег которые ты на нее уже потратил и ушла дальше следовательно вот этот закупка серверов до бесконечности может привести к тому что ты либо очень долго будешь добираться до вот этого ограничителя либо вообще никогда не даже не доберешься если твоя игра в не дай бог провалится вот ее просто но не не станут пока не выкупят столько и в итоге ты окажешься в минусе поэтому тут есть ну баланс сколько потратить чтобы не оказаться в итоге не удел я думаю что они тратят ну столько сколько сколько понимают сколько они могут потратить несмотря на то что да это blizzard огромная компания кучу денег и бла-бла-бла-бла но даже у них есть умные люди с калькуляторами которые могут посчитать и понять где кончается релевантность закупки серверов до люди будут ну то есть люди по повоняют говорится но я я сомневаюсь что это будет история с тем что тебя это расстроит настолько чтобы не будешь больше играть потому что опять же кто играет на старте фанаты самые преданные самые упоротые самые те кто как раз и будет кричать больше всего на формах потом но будет играть вот как раз люди которым который это все пройдет это люди не фанаты вот как раз ту персонаж по которой ты описал он больше не фанат он к тебе обратился чтобы узнать что там по играм он понятия не имеет когда выходит диабло или что-то еще ты его с этим познакомит если бы он сам этим интересовался он бы однажды какой-то день открыл бы свой телефон или интернет увидел бы там о диабло и тихонько спокойненько бы пошел смотреть читать там бы увидел сервера нагрузки и он бы такой круто но я спокойно могу поиграть завтра или послезавтра или через недельку мне нравится но я не тороплюсь все люди которые фанаты которые делают предзаказы надо здесь и сейчас их естественно это не устраивает они естественно бомбят но я не говорю что они не правы я не говорю что разработчики правы я скорее пытаюсь свести это к тому что некоторые вещи ну просто ну невозможно реализовать просто просто физически невозможно потому что ну недостаточно ресурсов для этого не денежных то есть и порой не всегда деньги могут все решить а если и могут решить то это может быть слишком нерелевантно или слишком дорого и компании просто невыгодно так делать им проще почитать гневные комментарии и подождать пока поток аудитории рассосется размазаться скажем так то есть сейчас в данную секунду не знаю миллион игроков одновременно нажимают кнопку play и не могут зайти в игру но завтра послезавтра они не будут нажимать ее одновременно они будут каждый нажимать ее в своем часовом поясе в своем часовом ритме в своей в своей жизненном ритме кто-то и завтра послезавтра не нажмет а будет нажимать только на выходных например потом если игра релизится то повторник например некоторые люди работают и или и они запустят не так вот не сегодня вечером а завтра утром то есть аудитория раз расползется размажется по релизу и и все и она она получается типа ранний релиз у нее получается в пятницу второе число да то есть это ультимейт делюкс издания шестое когда это уже основной релиз это получается уже вторник ну то есть только вот как раз таки самый ажиотаж я думаю пойдет на пятницу субботу воскресенье но опять же таки нужно не забывать тот момент что игра по моему стартует то ли в два то ли в три часа но вот вот где вот где им надо не обосраться это вот на этом раннем релизе если там все будет гладко то то что на 6 числа у людей попадают сервера не такая большая беда тем более что опять же им еще надо не обосраться с тем чтобы это все достаточно быстро устранилось вот и все чтобы на пересутки люди уже проще заходили ну то есть и мы через это все уже миллион раз проходили там с релизами всяких battle филдов и прочее когда в день вот в час даже я бы сказал релиза ты пытаешься зайти и там естественно там очереди фиг очереди а потом ты утром запускаешь например игру и уже свободно вечером опять под заполняется но на уже через двое-трое суток по вечерам уже спокойно можно играть потому что повторюсь все вот этот резкий наплыв он размазывается и становится легче дышать другой опрос если ты вот именно если ты по слишком пожадничал и не рассчитал или не рассчитал или наоборот наплыв слишком большой и ты испытываешь эти проблемы несколько дольше тогда да но тут опять же и мне кажется что не всегда для этого есть решение из серии просто просто увеличить сервера лол то есть пар мы с технической стороны тоже не может мы для себя это представляем я говорю как как компьютерных играх ты просто здание новое поставил сервер и все и готово и и заработала сразу всех там просто позвонили в какой-нибудь там клауд microsoft клауд какой-нибудь позвонили там у вас там сервера вот у нас у нас большой наплыв в там не знаю в южной азии вот под подрубить пожалуйста ваш там клауд сервер и они таки да конечно с вас там это 500 500 тысяч таки окей все без б все порешали и все сразу заработал мне порой даже кажется что мазы серии то есть когда там запуск это происходит и компания пишет типа да мы знаем о проблемах вот сейчас сервера перегружена мы решаем и подключаем больше серверов мне кажется они нихрена не подключают себя ты ждут когда те кто не смог зайти на сервер просто сейчас сейчас отвалится и вернуться потом а вот и все но он это так как я конечно скорее больше в шутку я я думаю что там на релизе обычно все носятся с горящими жопами и стараются все исправить максимально быстрее плюс еще параллельно игру короче поживем увидим я думаю да сейчас тяжело что-либо предсказать поэтому поживем увидим и посмотрим как это будет ладно будем заканчивать с вами был сегодня паш болотский никита никлюдаф и антон белый в самом начале мы еще хотели там пару тем обсудить но вот к сожалению мы все семейные люди и у каждого есть свои обязанности 1 убежал вот паш спасибо тебе мы с тобой в очередной раз заканчиваем вдвоем но следующий выпуск следующий выпуск мы уже будем с вебками вот антон там вебку покупает мы решили все-таки пилить для вас выпуски с вебками чтобы было куда больше и может быть что-то даже показывать вам хрен его знает но посмотрим мы только начинаем это только начало дальше будет больше в общем слушайте нас мы иногда конечно чушь несем но иногда мы действительно какие-то интересные вещи рассказываем спасибо вам всем пока пока м пока